Диалектика Но поставил на синицу и, конечно, проиграл Но поставил на синицу и, конечно, проиграл Не спеши, а то успеешь, не ходи, а то дойдешь Не поши, а то посеешь и не сей, а то пожнешь Я искал метаморфозы, оставаясь в дураках Розы, грозы и морозы растворял я в облаках И опять на нечет красный ставил я судьбе на зло Я желал удачи страстно, но опять не повезло Не гляди, а то увидишь, не проси, а то дождут Не стремись, а то осилишь, не зови, а то придут Не спеши, а то успеешь, не ходи, а то дойдешь Не поши, а то посеешь и не сей, а то пожнешь Не поши, а то посеешь и не сей, а то пожнешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, алло, доброе утро! Вы меня слышите, Виктор Сергеевич? Виктор Сергеевич! Не хотела вас беспокоить Ваша принцесса опять вляпалась Она губернатору наступила на этот, как его, на имидж? А, рвет когти в соседний штат Я? Я сижу на хвосте Гонится? Ой, некое слово Четыре амбала в одной тачке, один страшнее другого Гарантий! О-о-о, никакие гарантии Стоп, 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 стоп Раньше надо было орать, да? Когда девочка только уа сказала А теперь ведь она и ответить может У нее свобода слова летит Впереди все мысли Ой, где она? Куда? Уа-а-а! А вот, если вы куда приедете, Виктор Сергеевич? Надо добавить Эй, 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 эй Эй, 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 эй这是 Стой-стой, стой, стой, отходи, туда нельзя, туда нельзя, туда Стой, стой, эй, эй, эй Апа Ты че пацан? Об курился что ли, а? Сам ты пацан Да, действительно, не пацан. Ты мне лифчик порвал, а я на практике. Ну, хочешь, я починю. А ты что, на дамский портной, что ли? Я вообще-то метеоролог, но... Ну, тогда, может, с меня слезешь, метеоролог, но... Запросто. Ой, тихо, лежи. Дальше мы так... А мы меня быстро прижмут. Ой, извините, запросто не получит. Давайте в следующий раз. Э, 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 стойте, стойте! Куда вы? Там резонатор, стойте! Вы сами разобрались! Стойте! 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 Что нас понесло-то? Я же говорил, там река. Эй, эй! Эй, эй! Ветеоролог, но за тобой должок! Оставьте размер, я вам новый выпилю! Ага, как-нибудь в следующий раз. Чао! Псик у меня, кажется, будет. В следующий раз. Эй, эй! Стойте! Ну, хоть вы-то остановитесь! Стойте, я вам говорю! Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста! Здравствуй, тут такое дело. Тут я, а тут она на мотоцикле. А потом она на меня, и тут лифчик. Плохо слышу. Я говорю, лифчик в руках. Нет, чего не слышу. А тут они появились и в речку. Мадам, скажите, у вас, у вас есть связь? А какая именно связь вас интересует? Да меня, собственно говоря, любая. Мобильная, там, сотовая, спутниковая. Это вот бронавалом. Нет, нет, извините, вы знаете, я в этом ничего не понимаю. Возьмите, возьмите. Пожалуйста, давайте, пожалуйста, вы будете звонить, вызывать. Вот смотрите. А я попробую спуститься, как-нибудь помочь им отловить тела. Ну, я не знаю, что-нибудь сделать, потому что, понимаете, здесь не все так просто. Хорошо идут мерзавцы. Да, очень хорошо. Как на нерест. Это вот наша речка, она называется, она называется Малая Уя. Она дальше впадает в Большую Ую. А там дальше еще гидроэлектростанция. Так вот, если этих людей не выловить, то они могут попасть в лопасти турбины, потом сами понимаете, что может быть с ними. И дадут дополнительных 3 киловатт часа электроэнергии для РАО ЕС России. И это очень энергичные мальчики. Это вот, это вот, резонатор тонкой космической энергии. И если бы они его сломали, то человечество могло бы... А вот если вы себе шею сломаете, что человечеству передать? Типа того? Ну, ну передайте, что в моей смерти. Прошу типа того, винить мою жизнь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, мамани! Здравствуйте, красавица! Как жизнь молодая? Ваши молитвами! Почем яблочки? Опа! Уйо, ядро. Одна. Одна чё? Одна. Уйо, ядро. Ха-ха. Ну, а со стольника, значит, найдется? Легко. Только евреми. Евреми, так евреми. Раз, раз, раз. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Виктория Мусатова. Ау! Мы ведем свой репортаж из старинного русского города Уйска. Уйск полностью готов к вступлению в Евросоюз. Ту! Ой, впечатление два. Мы видим коренного жителя города Уйска. Скажите, пожалуйста, How do you do? Не дует. Ну, что же от меня убегаете? Мужчина. Все мужчины в городе очень пугливые. И не лезут сразу целоваться. А это страшно эротично. Тортила! Ну, а теперь третье впечатление. Самое главное — город Уиск. Тихий, спокойный. Гражданин ОНЕСКО, эй! Я в милицию пойду, в отделение! Давай, давай. Давай. Беги быстро только, кабинет 13, Николай Иванович. Я записку дам, чтобы он тебя без очереди принял. А под окнами больше не кукарекай. Тебе уважение, Казахстанову подданному! Да это оккупация какая-то! А кто Бессарабий первый капнул? Да где Бессарабий, а где Уиск? Руки у захватчиков длинные! Да не захватывал я вашу Бессарабию! Это в самом деле, граждане ОНЕСКО! Имеете же вы совесть-то, в конце концов! Я, Саша, живу в свободной стране. Хочу и имею совесть, хочу и не имею. Хочу нет, да. Моя совесть, понимаешь? Моя совесть. Иди, иди отсюда. Понимаешь? Иди отсюда, а? И ты иди отсюда. Иди отсюда, сказала! Я сказал! Третий месяц пошел, как вы денег за квартиру ни копейки, а у меня, между прочим, из-за вас эксперимент с тонкими космическими энергиями остановился. И если я до Нового года не успею нащупать канал воздействия эмоций на атмосферу, то человечество вам этого не простит. Человечество простит. И не такое прощало. А куда им одеваться человечеству, когда денег нет? Нет денег! А как работать? Отдыхай! А жить как? Волча! Чего? Жить, говорю, как? Как, а? Жить! А это ты у них спроси? У кого? У нашего правительства спроси. Спроси, спроси, она тебе ответит. Во! Так, во-первых, не ваше правительство, а мое правительство. Нечего на чужих бочки катить. А во-вторых, я квартиру сдавал не правительству, а лично вам. А это, между прочим, вот смотрите, это наследство моей бабушки. Памятник почти деревянного зодчества. Коперативная квартира без газа, света и сортира. Слышь? Скажи мне честно, какое долбанное правительство сняло бы у тебя этот долбанный памятник? Правительство, может быть, и не сняло бы. А вот вы и сняли. А я идиот сдал. А вы мало того, что денег не платите, еще сюда полный табор кого-то напустили. Это не табор. Это диск на музыкальном центре крутится. Ротару поет. Врубаешься? Тогда извольте расплатиться хотя бы за один месяц. Сколько же это будет продолжаться? Да коли, а? Эти сумки с дисками, а этим паулы с героином, а я с фигой. А ты думаешь, что говоришь? Когда говоришь, то думаешь. Нельзя так, Сашов. Еще раз громко слово храин скажешь, тебя убить могут. Отнюдь я, я не боюсь. Сам отнюдь. Просишь же по-хорошему. Я кушать хочу, я кварплату хочу, я жить хочу в конце концов. Или уж помирить, но по-человечески. Вот и помирай, Сашок. Ну, подок на меня ори. Все хотят жить по-человечески. Менты, санкетстранцы, рэкет, собачки на базаре. Все на меня навалились. Я даже торговлю не успел открыть. Как все присосались к юнэске, как пиявки, не продохнуть. Ладно, будут деньги, отдам. Помогу даже тебе построить этот... Сортир, да? Что деньги, если совесть не чиста? Что деньги, если сердце кровоточит? Сам придумал. Если бы. Шекспир. А, Шекспир, я его знаю. Он ромал и Джульетта сочинил. Пап, оставь докурить. На, сынок. Апу, ты еще контрастартив у меня попроси вместо учебника по истории о нашей бывшей родине. Сбегу в Румынию. Ветер в задницу, сынок. Там таких, как ты, не хватает. Видишь, как приходится? А ты? Толстый ремень нужен человечеству, а не твоей тонкой энергии. Так сказал ЮНЕСКО. Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки, лей дождь, лей дождь, как из ведра и затопи вверх. Лей дождь, как из ведра и затопи вверх урки в руках колоколе и паха злеет право rasa. Ну вот, опять ты. Это не опять я, это опять вы. Вы же меня уже, это, сбивали. Я? Ну да, вы, вы что, не помните? А, ну это я тогда так, слегка накатила. Ну теперь, если вы хотите, мы можем полежать спокойно. Нет, я теперь не могу, я опаздываю. Как звать? Кого? Тебя. Меня, Саша. Не, ну вообще, ну, как будто других имен нет. У меня пять френдов и все Саша, а еще у меня кот Шурик. Ну вот так вот. Слушай, ты в порядке? В полном. Ну, а что ты ходишь по улице, как священная корова, не в Индии? Однажды собьют и все, здрасте, Константин Сергеевич. Это, это который? А, который Станиславский. А что вы знаете, это вообще хорошая мысль. В смысле? Ну, в смысле, здрасте, Константин Сергеевич. Чего? Давайте вы еще раз разгонитесь посильнее, выжмите газ, а я встану поудобнее. Вы на полном ходу, прям не в лобешник. Да. А что, я вам еще пару своих идей оставлю. Вы на них когда-нибудь сможете сильно разбогатеть. И записку, что по собственному желанию. А что, других желаний нету? Да кончились как-то другие желания. Просто я понял, что меня нужно все время шибать, обманывать, гнать, не знаю, дурить. Да как-то не получается по-другому в этой жизни. Ну, может быть, в следующей жизни будет иначе. Заниженная самооценка. Чего? Чего? Ты подожди, с ним это поудобнее успеешь. Я вернусь, и мы найдем, ну, как это сказать по-русски, нужную послу. А теперь знаешь что, ты мне лучше помоги. Где здесь редакция «Уиск Ньюз»? Сейчас я направление тебе покажу. Вот. Газета, что ли, да? Уйка. Ну, это была Уйка, а теперь это Ньюз. Это туда? А, не-не, совсем не туда. Это, это вот, видите, вон то маленькое отреставрированное одноэтажное здание? Ага. Вот раньше вот, вот раньше вот там была маленькая художественная школа, а потом маленькая, а-а-а. А потом здание захватило большая местная власть, и теперь там Уйская правда. Спасибо. Пожалуйста. Ой, от вас, кстати, током бьет. Не кстати. Да бьет. Да нет. Да да. Да нет. Да бьет. Нет. Да что вы спорите, я же чувствую, что бьет. Да? Да. А, это не током. Это, это портативный аккумулятор совсем другой энергии, смотрите. Какой? Тонкой, космической. Вот видите цифры, смотрите. Вот, если бы люди научились черпать космическую энергию в полной мере, то этой энергии бы хватило бы на многие... Алё, тонкая космическая, ты меня извини, но ты мне в другой раз расскажешь, мне пора. Так вы всё-таки туда, да? Туда. Я, конечно, прошу прощения, но я не советую вам в таком виде. В смысле? Дело в том, что у них там главный редактор, он жуткий консерватор, а вы к нему, извините, вот с открытой душой. Что естественно, то не безобразно. Но если ты настаиваешь, я, конечно, могу переодеться. Пока, крэйзи бой. Сюда. А. Стой, стой! Значит так, короче, господа, я пригласил вас сюда сообщить вам следующий расклад. Я в эту долбаную, то есть итальянскую линию, все бабки свои впендюрил. Впендюрил это типа вложил. И она, вот эта линия, не купится никогда, если мы будем торговать только в Уйске, или даже только в области, а не впишу себя в хоровод, мне полный огурец со свинцовой начинкой. Ясно? Огурец это типа, ну, я догадываюсь. Нам надо всем выходить на общероссийский сосисочный базар. И не просто выходить, а выходить в новых вакуумных упаковках, чтобы все по-взрослому. Так вот, господа, я вас и собрал, чтобы объявить этот, как его... Тендер. Правильно, конкурс типа на лучшее название сосисек. Потому что люди мне из-за этого... Мониторинга. Мониторинга. За большие бабки, за травку дали, что название в общероссийском, так сказать, масштабе. Это... Главный фактор. Да. Чтоб манила и брала за душу. Правильно, Раиса Семеновна. Все, тогда поконим. Взяли сосиски и предлагаем название. Семейные. Душистые. Хорошие. Вкусные. Очень хорошие. Фуфло. А может, мужские? Зайка, не хиво. Банкирские. Не, собачий хохот, Раиса Семеновна. Потому что банкирский народ из принципа не купит. А банкиры такое не хавают. А если просто, Серега, уя? Что просто? Извините, Сергей Владимирович. Слово не воробей. Вылетишь два счета. Ну? Я поняла, что он хочет сказать. Я поняла. Можно я скажу? На фоне пейзажа нашей речки название уя. Ну, уй, черточка я. А потом восклицательный знак. Через черточку. Как бы кайф пошел. Уя. Как? Уя. Ты, зяблик, секьюрити. Вот и занимайся охраной. А не придумай какую-нибудь ую с восклицательным знаком. Вот как при таком названии лох обратится к продавцу? Как? А как? Дайте мне, пожалуйста, упаковочку вот этой уи. Или уйни. А? Тебе это ничего не навеивает, фуфло деревенское? Навеивает. А вам? Навеивает. И мне навеивает. Во, братва, не все так просто. Маркетинг надо учитывать. Слыхали? Да, да, конечно. Надо учитывать все. А не вякать с плеча без учета маркетинга. Сергей Владимирович. Что, и у тебя идея? Лично у меня идея не бывает. У нас в цеху чужой. Сосиски жрет. Ну вот, у семерых козлов и волк без глаза. У вас запись включена? Само собой. С таймером? Ну как же без таймера? Так, хорошо. Персонал остается здесь. Сергей Владимирович, охрана за мной. Вам думать, думать. Не пойман, не кайф. Давайте. Давай. Показь. Ух. 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 Смотри, Пуша, смотри! Где он? Вы что, вы стреляете в людей? За ними стреляете! Стрелять, Пуша, стреляю! Да, 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 даже дворовые собаки не хотели есть твое мясо! Додик, ни гони слезу! Одно яйцо два раза не высиди! Все, это твои проблемы! Ко мне люди пришли! Спокойно! Серега, Серега, давай его на фарш пустим! Ни одна легавая собака не нароет! И еще и в наваре будем! Вес в ожиренных сосисок, плюс его собственный! Минуточку! Какой у меня вес-то? Господа, товарищи, коржутые кости! Друзья мои, минуточку, товарищи! Я нечаянно, я... Все, хватит, мочить не будем! А как? Да так! Я сказал, мочить не будем! Не будем! Мы пришли в этот легальный бизнес не для того, чтобы делать продукты из недоброкачественных бродяг! Секундочку, почему это недоброкачественных? У меня, между прочим, высшее образование! Два высших образования, если хотите! Физико-географическое, эзотерическое! У меня диссертация, вон, готовая защитить, не дали! Чем мы тебя защитим? Зяблик! Все, сбавь обороты! Все, в нашем деле теперь с кондачка действовать нельзя! Да! Так, не шурши! Надо начинать жить это, как его? Целевизованно! Целевизованно! Так, тебя никто не спрашивает! Целевизованно! А единственный способ перетереть эти конфликты, это обращение в районный суд, вплоть до международного, в Гааге! Усек! Нет, жбан, это уже слишком! Гаага, садизм какой-то! Гаага! Все, не гони нерв! Я сказал, точка! Мочить без суда не буду! Меня наследник уважать перестанет! Давай! Шалей! Грызун, звони в ментовку! Мы в ментовку? Фу! Дошили! И плевок! С пола сотри! В цеху гигиена! Лицом к решетке! Вперед! Лицом к сене! Вперед! Лицом к сене! Вперед! Да чё-то мне не хочется! Импозабл бэд гай! Вперед! Проходи! День добрый! Здрасте! Ну, проходи, не стесняйся! Вы как предпочитаете, сверху или внизу? Только насиловать-то меня не надо! Да бог с вами! А о койке речь! На нижней или на верхней? Неужели я похож на насильника? Ну, вообще-то не очень! Я вполне добропорядочный аферист в сфере кредитно-денежных отношений! Меняю время на деньги! Сбыл здесь сорок штук казначейских билетов! По восемь с половиной тысяч рублей! Прямо с ксерокса! На сорок первом попался! Вы что, в фальшивомонетах, что ли? Никогда! Я джентльмен, вплоть до отпечатков пальцев! Вот смотрите! По диагонали, каждой купюры, крупными буквами было написано «Образец!» Пускай попробует, теперь и засудить! Нет же статьи на эту, на людскую дурость! Ну, подержит немного и отпустит! Благо, адвокат всегда со мной гастролирует! У вас есть свой адвокат? У меня! По нынешним временам можно ходить без штанов, но без адвоката ни шагу! Вы на чём погорели, если не секрет? На сосисках! Зашёл в чужой цех и съел! Съел! Сосиски? Ну да, сосиски, сосиски, будь они неладные! Мой вам поможет! Бесплатно! Кто, простите? Адвокат Гоша! Вы не расстраивайтесь, не огорчайтесь, располагайтесь! Как вас? А? Александр Саныч! Саша! Эдуард Павлович! Будем знакомы! Очень приятно! Да! Ну, что предпочитаете? Есть водочки на самый изысканный вкус! Есть клюковка на коньяке! Балда! Балда этот коридорный! Ну, сколько раз ему говорить! Нельзя ставить медовый с перчиком в холодильник! Никакой культуры обслуживания! Перчик нежный! Из Индии привезён! Тепло любит! На закуску у нас фрукты! Ээээ... Рыба! Горячего копчения! И... 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 Не надо сосиси! Фотографию можно было и получше сделать! Оконечная цель ваша — вернуть заблудшую дочь в лоно папашкиной семьи, да? Девочка моя, у тебя не самый плохой папа! И не самый бедный, заметь! Тошнит! Уже! И ещё! Прошу! Чё ему надо? Пожалуйста! Ну, собственно, тоже, что нужно любому отцу — уберечь свою дочь от необратимых поступков... Час! ...шальных пунктов, сексуальных домогательств... А я хочу уберечься от вас! Это невозможно! По определению! У тебя, типа того, величие мании! Возможно! Сколько? Виктория! Ты оскорбляешь мою профессиональную честь! Агент Зоры! Любая честь имеет свою цену! К тому же, я вас не прошу совсем исчезнуть! Вы... ...функционируете! Для папы будет всё, как было! Только на глаза мне не надо, а? Ну, это меняет! Вот это принципиально меняет дело! Тут, как говорится, и папа в курсе, и бабки целы! Бабки приумножены, агент Зоя! Вдвое! Ну, типа того! Ну, типа того! Йес! Расправь плечи, Александр! Грудь вперёд! Баки расчеши! Не позволяй плохим людям обманывать себя! Вокруг столько хороших! Ты кинь её жизнь! Обдури! Возвысь! Я вот выйду отсюда, отпечатаю банкноты по 11 тысяч! И что самое любопытное, народ их будет брать! И сдачу давать! Вот это и изобретение нечто подобное! Жизнь тебе 3 градуса холода! А ты ей тридцать тепла и одной купюрой из города поднятой головой! Главой! Что вы мне дали, Григорий Яков? Редакционное задание на основе эксклюзивной информации, полученное от источника, желавшего остаться неизвестно! Да нет, я про другое! Это вот что, за это его и судят, этого Шурика? Что это? Вот именно! Ну, это же бред! Нет! Неотвратимость, наказание! Ну, а что вы от меня хотите? Информашку? Проблемный репортаж! Ну? Ну, проблемный репортаж! На передовую страницу нашей газеты! Чтоб сенсация была настоящей! Вы, московский, умеете сенсацию? Раскручивайте! Ну, Григорий Яковлевич, ну ведь повод-то ничтожный! Он же выеденного яйца не стоит! Вы же сами видите прекрасно! Мало ли что я вижу! Я здесь, я здесь таких яиц на голод… насмотрелся! Нет, ну… Держи! Ты кто? Напомни! Я? Вика! Вика! Так над чём я остановился? Мысли по смыслу? По смыслу, насмотрелись, якобы… А, насмотрелись! Не якобы, Вика! Да! Вот ты, как начитающий журналист, стажёр, без пяти минут профи и должна состряпать из водяного яйца целую утиную стаю! И заголовок должен быть… Заголовок должен быть броски! Мафии гуськи нет! Вред чистой воды! Точнее нет, грязной воды! Ладно, ладно, не форкай! Тебя уже от соседей выгнали за вызывающее поведение, несовместимое с хамством журналиста! Во-первых, совместимое, во-вторых, меня никто не выгонял, потому что я сама убежала, за мной гнались какие-то отморозки! Вика, мне же отзыв писать на твою практику! Слушай, сделай, а! Потом… Глава администрации давит! Мэр… Мэр давит! Все давят! Понимаешь? Сам давит! Требует масштабный материал! Да! Понимаешь? На коррупции! Мэр! На мафии! Мэр! Мэр! Так, может, с настоящей мафией связаться? Это я могу! Легко! А вот этого не надо! Не надо! Я помоложе, погорячее был, тоже замахивался! То на одного, то на другого! Но мне вовремя объяснили, что люди — это все хорошие! Да, что сплошь меценаты и спонсоры сиротских учреждений и домов терпимости! Домов, ветеран в трудах! Тут перышкин какой-то! Геодезист! Без малейшего намека на меценатство! Он — метеоролог нос с уклоном в мистику! Ну вот, метеоролог — мистик! Становится ворюгой! Есть зацепка, как уперстор для пера! Ну, а я пишу только на компьютере! Ну, компьютером меня не надо пугать! Хоть на глиняных табличках! Виктория, судебные заседания в десять утра! Здание пока на ремонте, так что сессия будет проходить с обратной стороны! В парке бывшую культуру найдешь! Но статья у меня должна лежать… Вот здесь должна лежать у меня статья! Если подойти к делу с умом, то и поминки можно превратить в праздник! ПЕСНЯ Степь да степь кругом Путь далек лежит В той степи глухой Замерзал я мщик В той степи глухой Приветствую! Здравствуйте! Это тебе! Пожалуйста! Вольно! Здрасте! Бравший сын Я мщик У меня сердечка Здоров! Да иди! Здравствуйте! А? Доброе утро! Всех приветствую! Виктор Сергеевич Надо прибавить Условия экстремальные Дождь идёт Суд идёт Нет, не на дни, но прибавить надо Что ж, картина преступления выглядит довольно связано Обвинение Вам слово Ваша честь, я закончу Сухо, основываясь только на голых фактах Да-да, на голых Подсудимый Пёрышкин А.А. Нарушив неприкосновенность частных владений Правил санитарных норм И личной гигиены Совершил кражу У гражданина Жбанова С.В. В количестве 98 штук сосисек Которые преступным путём были уничтожены Сожраны подсудимым за 4 минуты 15 секунд Простите, за сколько? 98 штук за 4 минуты 15 секунд Правильно, а что посеешь, хрен найдёшь Да нет, надо положить этому конец Конец, он сожрал его Обвинение считает Деяние подсудимого Пёрышкина А.А. Нигде не работающего ранее уволенного из гидрометеослужбы За чуждость науки и полное непонимание современной погоды Подпадающего полностью Под статью 158 УК РФ Часть 2 под пункты В и Г И просит суд назначить наказание в виде лишения свободы Сроком до 5 лет С полным возмещением убытков Жбанова С.В. Путём конфискации всего имущества Подсудимого Пёрышкина А.А. В пользу потерпевшего Жбанова С.В. У меня всё, Ваша честь, я кончу Конфискация, это хорошо Да правильно, что кладёте конец Зачем ему сводить концы с концами, чтобы в конце концов отдать концы Тишина в зале, защита Уважаемые госпожа судья, уважаемые заседатели, уважаемые гости Для начала я хотел бы узнать Имела ли санкцию якобы пострадавшая сторона На видеосъёмку моего доверителя Жбанов, ответьте А то У нас всё по-зрослому Система видеоконтроля на моём предприятии прошла государственную регистрацию Всё по чесноку В смысле, по закону Очень хорошо А кого и что Должна контролировать Ваша видеосистема Вижу понятно Чтоб Работники не турили Не шкурили В смысле, не воровали Очень хорошо, замечательно А имеется ли у вас Санкции прокурора На оперативную съёмку Моего подзащитного Ты чё качешь на меня, пернатый? Прошу по существу Сейчас Разбегусь и буду получать санкцию на каждый пук Значит, нет Жбан к тебе Нет Нет, нет и нет Довожу до сведения суда Что все видеоматериалы Предоставленные обвинением Могут быть рассмотрены только по части фиксированной работы цеха Всё остальное Добыто незаконным путём И к делу приобщено быть не может Минуточку Не секундоньки Идём дальше Если исключить Незаконно добытое видеоизображение человека Якобы похожего на моего доверителя Какими ещё Так сказать, вещественными доказательствами Обладает прокуратура Сосиски И где они? Он их сожрал И чем вы это докажете? Это видели все Протестую Незаконный видеомонтаж Да я вам такого наснимаю А потом пропущу через компьютер Вы меня не только сосиски жрать Вы у меня слониху насиловать будете Не одну А целых две Протестую Я не насилую слоних Вы не насилуете слоних А мой подзащитный Не жрёт чужих сосисок После любого преступления Надо бы этого пернатого заусенца К нам переманить Для полного перца Повторяю Я сказал переманить А не пристрелить После них ничего не осталось Значит вам Нечего нам больше предъявить И поэтому Мы все Зря теряем Время Ес Девушка Кресса вообще не должна Бросаться в глаза Особенно ногами Давайте заканчивать После сосисек Остаётся Что Оно самое Чудненько Если это оно самое Приобщено к делу И сопровождается Экспертным заключением Мне всё по барабану Я в Румынию сбегу Да А чё там потерял Да всё потерял Так дайте же мне Это оно с экспертизой Дайте Верунчик Оно самое у нас В вещдоках имеется А у вас оно Имеется? У меня Оно нет Но оно нет И суда нет Спасибо за внимание Оставайтесь с нами Не забывайте Оставайтесь с нами У нас есть нечто другое Шкурки от сосисек Собранные на месте преступления С отпечатками пальцев Подсудимого И с заключением Криминалистов Об идентичности Отпечатков А на языке Профессионалов Коллега Ага Это называется Улики Причём Неопровержимые улики У меня всё Ваша честь Пёрышкин У вас есть что сказать? Это единственное Что у меня есть Можно, да? Можно Только коротко И по делу Да, да, конечно Только по делу Прощай покой Прощай душевный мир Прощайте армии В пернатых шлемах И воины Скажите потом По метеоусловиям Сегодняшнее заседание Суда Объявляю закрытым Продолжение слушания Завтра В 10 часов Если будет погода Эй, дядя Ну-ка Это что такое? Детка Это ты мне? Тебе, дядя Тебе Поговорим? Вы не знаете? Ну-ка Тормозни Не дала я, конечно, чудаков На другую букву Но таких, как ты Не доводилось Девушка А вот это вот слово На букву М Ненормативная лексика Это по поводу меня? Ну, хоть это мозгов Сообразить хватило, да? А что вы меня глазенками буравите? Пострелять охота? После стрелки, дядя Стволами не машут Храбрая цыпа Не из местных Тупой местный фаршмейкер Спокойно, ребята А вот это уже слишком Не зарывайся, рыбка Ну, разумеется, слишком Другой бы предприниматель На твоем месте Схватился бы за этого ненормального А он Чудак И этим все сказано Зайка, сбавь обороты Ты кто? Пресса в пальто Ну-ка, стоять Хулуями команду, дядя Ну, вообще Народ страх потерял Дядя Ты деньги любишь? Хм Так как я люблю деньги Никто не любит Всей душой Но вопрос некорректный Ну, тогда нагнись и посмотри Они уж с тебя прям под ногами валяются Не понял О чем трескотня? Ноу-хау Чего? Ноу-хау Чего? Оу Ты не размазывай по тарелке Ноу знаю, хау как Так Так вот С.В. Сергей Владимирович Спальный вагон Рекламная компания Понимаешь? Научный сотрудник Метеоролог Переступает закон Единственно ради того Чтоб попробовать сосиски Твоего производства Так Ну, дошло Путёв, усёк Надо покумекать М? Ну, кумекай быстрее А то его заметут По твоей же милости Правильно? А ты меня, детка, не прессуй Я сначала должен посмотреть Как фишка ляжет А потом стрелять Потому что я Это я А они Это они Вот это, дядя, ты круто сказал Молодец, садись пять Рад был познакомиться, мисс Может, покалякаем за обедом? Ну что вы В такую погоду Не калякаю Вдруг снег выпадет Вдруг дождь пойдет Или солнце выглянет Погода на ТВ Смотри Пожалеешь Я богатый, красивый, нежный Я люблю страшных Грубых И очень нищих Так ты извращенка Да, дядя А что ты думаешь, дядя? Не от хорошей жизни Обезьяна превратилась в человека Чао Сюда, да? Да Ага А теперь сюда Да Вперед К стене К стене, правильно Лицом Да Хорошо Спасибо вам, Эдуард Павлович За адвоката Чего, чего? Какой еще, Эдуард? Какая еще адвоката? Может, тебе Людовик 16-й нужен? А где Эдуард Павлович? За недостаточностью улик Отпущен на завершение преступления Вперед А это Вперед, я сказал Здравствуйте Слышь, ты обмыла Сявка Конь, педаль Чего это ты своими воплями Просмотру кинематографа помешал? Извините, позвольте я вот тоже на свою Коечку Куда? Не люблю, когда над головой скрипят Все Теперь обе жгонки мои Ну, позвольте Вы на обеих-то не поместитесь Тем более, вот Верхняя тональ все-таки моя Сейчас ты у меня на параши поместишься Иди сюда Ой, ай, ай, ай Что вы делаете? Уважаемый, уважаемый, что вы делаете? Да нет, что вы параши? Параши, я сказал! Грузим нефть здесь Через Средиземное море Вот, смотри Через море? На чем через море? Танкерами, фрахтуем и... Ну, да, в общем-то не деньги А как ты вот до сюда дойдешь? Вот семьсот километров до порта Как ты пойдешь? На скважину, господи Ну, стройм узкоколейку Нефть в узкоколейке, Саня, авантюра! Ну, хорошо, хорошо Дирижабли Ребята, номер закончился Вот вам ваш шашлык Спасибо И еще немного алкоголя Слушай, он святой На здоровье, на здоровье Да, он святой Я не знаю, шашлык можно построить В принципе, гнать цистернами Что будет в рот положить красавица, а? Вкусненькая или немножко остренькая? В рот положить красавица диетическое И попить безалкогольное Послушай, девочка, че На себе не эконом Все равно в конце этой жизни мы все умрем Все Да Ну, и назвал бы тогда свой кафе Путь на кладбище Слушай, у меня есть диетического Есть только капуста, которая в шаурме Вот капусту, которую кладут в эту шаурму Ну, хоть бы с аджиком и с кетчупом, да? Без кетчупа, с минералкой Слушай, что она говорит, как будто это не шашляшная, а где бараны и коровы гуляют, как его, пастбище Право, Володя, право, Володя Только не говорит чистое Ну, хорошо, на здоровье, на здоровье Еще две импортные сигареты угощу Ты святой На здоровье, ребята Теперь смотри дальше Алмазы Берем здесь и взем вот Неочищенный, неочищенный, да? Конечно, и через Африку Ага, а чем? С сухогрузами А, брат, ты как погонишь? Порожняком? Авантюра Авантюра? Все у тебя авантюра Авантюра чистой воды Тут цена вопроса Девушка, тысячи, извини, нет ли в вашем компьютере калькулятора? Да, что? Можете почитать, сколько будет 6% от 6 миллиардов? От 7 От 7 миллиардов 6 и 7, 42 42, это похоже 42 А что, знаешь, может получиться Если получится, я тебе больше скажу Если получится, мы в книгу рекордов Гиннесса войдем В книгу рекордов Гиннесса Ребята, молодцы, спасибо Не зашли, девушка Ладно, в общем, с этим ясно С алмазами решили, теперь дальше алюминий Так Бокситы Вот, а на все вырученные деньги Возьмем в лизинг два Боинга Или три Саня, ну это авантюра, понимаешь? Надо брать всю компанию Здание аэровокзала Полосу Другое дело, что надо придумать классное название В первую очередь, понимаешь? Ирин Нужен бренд Название Название всегда успеете Вот, Саня, мы всегда сыпаемся на мелочах Понимаешь? При таком масштабе нужен пиар Надо пропиарить как следует все Молодой человек, бутылочку можно? Да, пожалуйста Тут ты прав Безусловно, пиар нам необходим Если я тебя залашаю еще раз на подлянке По поводу поставки мяса плохого качества Кишки выпущу Все, через полчаса жду в офисе Добрый Бонжур, миссер Жбанов Бонжур, папа Бонжур, сынок Ну, как он себя вел во время дневного сна? Хорошо, немножко плохо А что такое? Он крастся в погреб и пробует вино Какое? Шетон Марго, шестьдесят седьмой код Ой, губа не дура Ух, накажу озорняка Ну, а как твои сегодня буги-вуги Во время дневного сна? Пардон, Сушбанов, а что такое буги-вуги? Дворецкий, стригун Садовник, а? Ну, на-на-на-на-на-на Это такая плохая шутка, миссер Жбанов Я тебя умоляю, я тебя умоляю Смотри, Гертруда, накажу озорницу Я Мишель А мне по барабану В вооруженной форме, берданчик And army criminal And army criminal Пёрышки, на выход! Сыкин, где клиент? А я что, не клиент? Ты как был, criminal elements Рожей уголовной Так я и остался Объезжаешь, начальник? Вон он Университеты проходит Угощайся Репутацию заведения портишь? Ссыкин! А чё? Мои апартаменты, чё хочу, твои ворочу? Шизо будешь воротить? Не пугай курицу яйцами! Живый, Пёрышкин! О! О! Жив! Пока, жив! К вам пресса свободная Пойдёмте Шейманью, сыкин! Не трогай маму! Чего-чего, я не понял Моя жизнь? Да, жизнь Вика, зачем вам моя жизнь? В моей жизни ничего интересного не происходит У меня сплошные циклоны, антициклоны Туда, сюда У меня даже запоя ни разу в жизни не было Ты себе цены не знаешь Ты знаю, я знаю Только, к сожалению, она мне не по карману У меня, кроме моей беседки И пары хороших идей, ничего нет Я нищий Ага А ещё грубый и жутко страшный Ну, я извращенка, мне интересно Я всё-таки твой процесс освещаю Чего? Я процесс твой освещаю, процесс Вика, поберегите энергию Освещать-то совершенно нечего Если уж освещать-то уж точно не это Вы посмотрите лучше, что с погодой происходит Ну, а может, я в тебя влюбилась? Профессионально Профессионально В кого ты влюбилась? В тебя Приехали Ага Спасибо Вика Любовь – это торжество воображения над разумом Вы же разумная девушка Вы же должны понимать, что это не по адресу Любить можно кошечек, собачек, даже крыс А мне кажется, что люди только делают вид, что любят себя подобно Ну, а мне кажется, что можно полюбить себя подобного И даже с первого взгляда Ну, да, я влюбилась в тебя с первого взгляда Когда ты на меня рухнул, помнишь? Это вы на меня рухнули Нет, это ты на меня рухнул Я на тебя слегка наехала, а ты на меня слегка рухнул Да, да, я рухнул, да Ну вот За что? Полюбила? Да За муки Понимаешь, мне интересен человек, который выпал из общего ряда Вот у меня пять знакомых Саш У каждого из пяти Саш по пять ключей От квартир, от машин, от офиса, от дачи У меня еще кот Шурик, у него тоже там свой ключ есть Но они все нормальные А ты паранормальный, Саша У тебя нет ни квартиры, ни машины, ни дачи, ни офиса Ни даже мобилы И денег тоже нет Ну да, зато у вас есть Шекспир Шекспир? Нет никакого Шекспира, Вика Шекспир это ширма Чужие страсти взамен своих Мне вообще кажется, что Шекспир это только лишь псевдоним Какого-то инопланетянина, какого-то пришелец из космоса Ну хорошо, но пришелец из космоса, он был? Ну пришелец из космоса, может быть был Тогда поцелуй меня Этого только вам не хватало Вот только этого мне именно и не хватало Через стекло Ну это же страшно эротично Вика Я не хочу так, понимаете, простил Ладно, Вик, уходи, пожалуйста Я неудачник, это очень заразно, понимаете, очень Все, свидание окончено, простите, Вик Конвой! Погода портится! Саша! Вика, я не могу так больше, понимаете, не могу До свидания, Вика, до свидания Конвой, заберите меня из этого гермария Ну что, Ванька, покалякал? Я не Ванька, я Перушкин Александр Александрович Можно просто Саша Был Саша, стал Параша И ты сейчас у меня тоже интервью получишь Подрыльник убери И не вяду Понял? Не понял? Чего? На! Ванька! Встань! Сыкин сразу, сыкин Пёрышкин 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 Садист Нет, аут Вставайте, сыкин Вставайте, поднимайтесь Маньяк Сыкин, голубчик Как я? Он сумасшедший Он сам сказал Я хочу в общую камеру Любезный, я Тоже кое-что хочу Тоже в общую камеру хотите? Нет, на свободу Минут на сорок Под честное слово Ну, вообще-то, Эдуард Павлович Оставил для вас Некоторые кредиты На некоторую сумму Сколько стоит минуту свободы, знаете? Минута свободы? Не знаю Вот прайс-лист Минута свободы У нас стоит Пятнадцать девяносто девять У-е Вот морда уголовная На академический час хватит? На академический? Не знаю Отпусти этого, придурка Если денег надо Я заплачу А я ей скажу Здравствуйте И она скажет Здравствуйте Это вы, скажи, это я И цветы Она скажет Ой, ну что вы Я скажу, что вы, что вы Ничего, берите, это вам Не стоит благодарности Нюхоченное здоровье Она скажет, ну мне неудобно Вы правы, что вы, как можно Скажу, что вы, что Или И вы мне тоже с первого Ой Сейчас Секунду Вы мне вообще сразу как-то понравились И Как обниму Или поцелую Ну или неважно Или обниму Или поцелую Или то другое Или Здрасте Вот хорош Я вас поздравляю Это восхитительно Очень страшно Талантливо Но совсем не то, что я просил Как-то вы просили сенсацию? Сенсацию просил? Просили? Да Получите Не вижу, а где это? Сети мафии, где это все? Ну наденьте вторые очки Вот И не притворяйтесь, пожалуйста Вы же не такой старый Еще не старость Но уже не радость, извините Ну, Георгий Яковлевич Ну, в самом деле Ну, вы же умный человек Хотите яичко, хотите? Нет, спасибо, я уже поела Ну какой мафиози из этого заблудшего Суровой реальности Шурика Он же пораженец Его пожалеть надо, а не судить Вы про кого это? Ну, про перышки, ну, конечно А, все зависит от вектора вашей творческой позиции Авторской А никакого вектора заданного нет? Как нет? Ну как, близко не валялся? А я говорю валялся, причем близко На дух, на дух не валялся Хорошо Если вы не хотите материал печатать То я его... Не надо, я сама потру То я его отправляю в Москву Любая нормальная газета с руками и ногами оторвет Только не надо нас пугать Достижением цивилизации Вы хотите себе сделать имя Настордание этого... Пораженца Пораженца, так скажите? А я и скажу А я и скажу А почему бы и нет? Между прочим, профессии обязаны Да, а еще я вам скажу по секрету Материал, готовый оплатить на правах рекламы И вам в этом случае кое-что перепадет Сколько кое мне перепадет? Никак не меньше месячной зарплаты Месячный не критерий, а фикция Мифология Трех месячных зарплат Так и печатайте материал С чувством глубокого аморального удовлетворения О, чутище зелеными глазами Клумящееся над своей добычей Меня продают, как ржавую селедку Я кретин, идиот Попался! Эй, кретин, идиот! Для тебя сегодня скидки Льготный тариф Погода нелетная Ага, нелетная Это мне? Это мне? Да Какая погода, какие скидки! Саня, запомни Самки человека Всегда нападают на нас, людей, первыми На, держи А, вот лопух, а Вот лопух Уши развесил Нет, ты не лопух Ты мужик Соплатить сможешь Так мы тебя Произведем, воры Ясня Самым сокровенным О тонких энергиях О смысле бытия О детерминизме Она на мне Имя делает Фамилию делает Деньги делает Все бабы Нас делают Надо или смириться с этим Или менять этот терминизм На хрен без ботвы? Такая девушка, а Такая девушка, колокольчик И вдруг Блямс Она что тебе Любовью угрожала? Ну Еще как Тонкий лучик надежды Засветился и Не мужики Нам правят Бабы Безвым умом Нам того не понять Нет Не вспоминают Народи Про папу Про папу Все вспоминают Какую-то мать Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь СВ? Спальный вагон? Это я Виктория Мусатова Мы ведем свой репортаж Из типографии Города Уйска Следите за прессой Дядя Река смены Зузька Французская сволота Будь ласка Смачного Смачного Елки Гертруда Один черт За семафор ему Переведи ему Сынок, пожалуйста Воспользуйся ложечкой Чайной Которая лежит Справа от тебя Град перси Прошу прощения Господа Дело хранителей Уй, дядька Уй, дядечка Вот суки, блин Мельбардон Шбан, слышь Ну-ка, заткнись, фафан Сейчас я тебя уши Приквачу прямо к затылку Ты у меня узнаешь Что такое шбан Каков он есть Пусти Пусти Я тебе, как раз Луднокой воспользуюсь Да спустишь ты Эту мать твою Матвазель Пусти Пусти меня Дебил Иди Фу, не детского Сохрана, дядя Садись Отморозки Молодец, извращенка Шариш Ну что, въехал? Угу С натягом Не дебил Так Для начала плеснем Шимпанзе под жабры А я не пью Здесь правило этикета Устанавливаю я Так значит Сосиски должны быть С названием рекорд Или рекордсмены Название не мое А чье? Редактор напорол от себя тяну Неплохо У меня было круче Дерзновенный Дерзновенные Дерзно Это значит Сосиски чисто дерзновенные Молодца Применительно к сосискам не очень Нет, ты не права Название дерзновенный класс Теперь важно Картиночка То есть этикеточка С приписочкой Такая красивая этикетка Сургучной печатью И там На иностранном языке С русским переводом Написано Этим продуктом Был установлен рекорд Гиннесса Круто, да? Работай дальше Наймешься Николя Да, сельвупле! Спасибо, э, merci, сынок. Моя вампирша спрашивает, вы новая любовница папы? Я? Я похожа на сумасшедшую? Нет. Образован наследник? Да, слишком. А где его мама? Мать его неизвестна. Так, ошибка молодости. Кстати, неплохая ошибка. А? Растёт смена, смотри. Да, я думаю, мальчик вступит в права наследования гораздо раньше, чем вы предполагаете. В общем, короче, я тебя нанимаю с завтрашнего. Полторы штуки за этот ка-с-ка-с… Консалтинг. Консалтинг. Я не торгуюсь. Две. Проехали. Беру твои формы на содержание. Значит, он установил рекорд. Угу. В предыдущий был в 80-х годах. 96 штук за четыре с половиной минуты. Полный балдец, а! Значит, мы круче и быстрее. Быстрее и круче. А-а-а! Что нужно для регистрации? Сейчас возобновится суд. А при чём тут суд? Пока мой герой на скамье, я не играю. А-а-а. До базара нет. Плевка не стоит. Считай, что он уже дышит свободным воздухом уйска. А-а-а. Усекла? Тогда по рукам. Угу. Что делаем дальше? Нужна видеозапись рекорда… Есть. Которую можно перегнать российское отделение Гиннеса. Ага. Так. Ещё как… сосиска. Что? Что сосиска? Перегнать. Хе-хе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Классно. Хорошая шутка. Перегнать сосиску по факсу, да? И саму. Ну? На экспрессионале сосиски по мобильному через интернет. Так. Понял? Они нам сгонят информацию, а мы… Дядя, ну это ж так просто, азбука. Кто-то азбуку учил, кто-то недругов мочил. Уважаемые дамы и господа! Мы завершаем сегодня самое серьёзное судебное дело в нашем городе. Здравствуйте, коллега. Проходите. Итак, обвинение, проанализировав ещё раз все обстоятельства данного дела в комплексе, и учитывая заявление ИСА, аннулируя свой издак. По всем пунктам дезинитарных поползновений обвинение признаёт несостоятельным обвинение. И это обвинение снимает. Прошу суд освободить Пёрышкина А.А. из-под стражи в зале суда. О, правильный. Сказал! И свою душу облегчил. Ваша честь, я кончу. Защита. А наша сторона будет требовать возмещения всех судебных издержек. Плюс моральная компенсация пострадавшему в виде денежного эквивалента. Плюс посмотрите на моего доверителя. На нём нет лица. Плюс мешки под глазами. Плюс у него трясутся руки. Нет проблем. Я сбегаю за пивом. Вот это другое дело. Ес! 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 Свободу Пёрышкина! Всё. Компенсация. А компенсацию мы выделим в отдельное производство. А сейчас суд удаляется на совещание. Всем встать! Нет уж фигушки. Прошу всех сесть. В прошлый раз меня перебили почти всего. И теперь я настаиваю на продолжении слова. Александр, не надо слов. Сейчас вас оправдают. А вот вас я вообще никогда не оправдаю. Почему? Молодая, но матерая представительница древнейшей профессии. Между прочим, этой профессии учат на факультете журналистики. Что это за ток-шоу в зале? Слово мне. Да берите. Да берите. И это всё? Нет. Из жалости не надо. Чего не надо? Ничего не надо. Это оскорбительно, когда судят за ни за что. А ещё оскорбительнее, когда за ни за что оправдывают. Я официально желаю остаться в пенис... Пенис... Короче, в тюремной системе. Это единственная отрасль, где реформы до конца пошли. И притом не просто пошли, а на благо человека. Да, в тюрьме. В тюрьме ко мне относят, как к человеку. Стоило дать в зубы, и ты авторитет. Там в тюрьме выслушают, поймут. И не продадут, между прочим, на странице жёлтой прессы. Я не желаю возвращаться в ваш мир, господа. Не желаю. Нельзя освобождать людей снаружи. Больше, чем они свободны. Изнутри. Слушай, как он сказал, а? Это не он сказал, это Герцин. Правильно, нельзя давать Пёрышкину свободу. Он же сам этого не хочет. Да не посадили, посидит. Как и место. Место. Гражданин Пёрышкин, не превращайте уголовное дело в политический процесс. Не превращайте. Вы Рейхстаг не поджигали. Всё, ждите вердикта. Погоди, бежать в Румынию. Ну чё, король не в духе? Уберите её, атлетка. Не трогать тебя руками. Коварная, публичная девушка. Я? Нет, я. Я на девушку пока ещё не согласен. И на товар, между прочим, не согласен, который можно во имя своей славы сбыть. Не здесь, так в столице. Если вам нравится торговать, торгуйте, ради бога, торгуйте. Только торгуйте собой, ладно, а не моими невзгодами. Пёрышкина, чё вы на меня кричите? Вы же не разобрались. Я же вам прогноз сделала. Да ну хватит меня руками трогать. Прогнозы, девушка, портят погоду. Молодец, молодец, молодец. Ну не дурак, а? Идиот здоровый. А сади, поварковали. Угу, клювик клювику. Да пропустите меня. Я же говорил извращенка. Ну, глаза-то тебе надо залить. В каком смысле? А похмелиться. Вера. Газетки надо читать. Торговая ты моя марочка. Чёрт возьми, ну что ж ты такое? Ну мы же с вами договаривались, а вы опять на глаза и под колёса мне. Виктория, серьёзный роман. В наш договор не входил. Чей роман? Чей? Твой, твой. И это опаснее случайных связей. И папа наш это особо подчёркивал, выдавая мне техническое задание. Да, агент Зоя, о каком романе вы сейчас говорите? Я была в суде, я всё видела невооружённым глазом. Ты же по уши влюбилась в этого главенного. А, между прочим, блаженные дети спасут мир вот так вот. Деточка моя, запомни. Любовь — это победа воображения над разумом. Да? Да. Ну и пусть побеждает. Вот так вот, пусть побеждает. Мне мой разум вообще надоел, ясно? Разум надоел. Слышали, ну, как он сказал, оскорбительно оправдывать за ни за что. Это так эротично, просто мороз по коже. Эротика. Мороз. Мороз, эротика — это сколько угодно, но. Серьёзный роман — это особая статья дохода или расхода, смотря откуда смотреть. Ну, понятно, с этого бы и начали сразу. Бекуша, тут такая рыбалка, такой клёв. Я меняю гнев на милость, готова на всё закрыть глаза, типа того круглосудочно сидеть с удочкой. Короче, почём закрытые глаза? Принцесса, когда речь идёт о любви, тут можно быть щедрой. Да, в конце концов, падение женщины — это её победа. Добрый день, господа. Добрый. Могу ли я вам чем-нибудь... Можешь. Как костюмчик? Сидит. Спасибо вам, Сергей Владимирович. Пока не за что. Для начала вот с этого. Всё сними и выбрось. Извините, а можно не выбрасывать, а завернуть и всё оставить, а? Можешь. И одень, или надень. Ага. Я всё время путаюсь, как правильно... А как хотите. Вся страна путается каждый день. Что и с утра делать? Надевать на себя или... одевать кого-то. Мне всё равно, оденешь ты его или наденешь. Главное, без турецких штучек. От последнего кутюр. Усёк? Понял. Чтоб назовися на таганским девкам. Шустри. Шустрю, шустрю. Попрошу в кабинку. А? В кабинку, быстро. Чудовище. Сделаем в лучшем виде. Так. Группа островов с постоянным благоприятным климатом по горизонтали семь букв. Кипр. Кипр один. А здесь группа островов. Семь букв. Гопота. Три-семь. Тогда Мальдивы. Мал-ди-вы. Хм. 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 Ну, ты просто Эйнштейн какой-то. Хм. Или Эйзерштейн. Короче, Штейн... Мальдивы, восемь букв. Мягкий знак забыли. М-м-м. М-м. М-м. Тогда... М-м. Европейская обезьяна. Четыре буквы. Мальдивы. О, вот это в самый раз. Сейчас завяжем, и можем показаться. Да я вообще таких не очень ношу-то. Значит, Руссарди, последний писк. Всего за двести пятьдесят. Чего за двести пятьдесят? Паксов. Да я за такие деньги могу на нем только повеситься. Из принципа. Суицид. Неотъемлемое право каждого гражданина. Но я не камикадзе. И пулю в лоб от жбана получать не хочу. Все остальные поддельные. Ну, хорошо, хорошо. Вяжите, вяжите. Вяжите. Друг мой. Вяжут стук с кабельками. А мы повязываем. Ну, ладно, валяйте. Чего уж теперь, а? Так. Только у меня к вам просьба одна. Угу. У вас лифчики есть. Угу. Женские. Такие настоящие, а. На меня запишите. Вау. Размерчик ваш? Размерчик? Ну. Какой предпочитаете? Такой какой-то я. Нет. Чашечки какие предпочитаем. Угу. Чашечки? Угу. Ну, я... С цветочками. Голубыми. Вау. Ну, это просто чик-фок какой-то, а. Ха-ха-ха. О, матный прикид. Ну, ты просто Пьер Шанель, а. Ха-ха-ха. Да, кстати. Угу. Угу. Кто там? Извините, я. Это вы? Что это с вами? Почернело с горем. Я на минуту, можно? Только если на одну. Хотя господина Пёрышкина стало в последнее время слишком много. Да, я сокращаюсь до пяти секунд. Это вот единственное, что нас связывало, это. Это. Мой долг. И теперь, так сказать, последняя нить между нами разорвана. Какая еще нить? Ну, предмет последней необходимости. необходимости. Ну и замечательно. Так, а теперь давай. Катись отсюда. Уже в пути. Только куда катиться-то, а? Тебе неясно, куда катиться? Да. Катись жрать. Жрать и еще раз жрать. И еще раз жрать, пока твой желудок не вытеснит твое сердце. Ну, не я придумал эту дорожку. Однако у вас-то замечательно получается. Кто-то, кажется, уверял, что… Да мотай отсюда! Теперь у тебя есть цена, а я люблю бесценных! Пусти! Отпусти меня! Я закричу! Пусти! Пусти! Пусти меня! Да, Чурин, я. Давай-ка поторопись, опаздываем. Потрудитесь с этой минуты обращаться ко мне на вы, любезные. А че так вдруг? Сколько же это будет продолжаться-то, а? До Коля, я спрашиваю. Че до Коля? Все до Коля! Вот, да я совсем оборзил! Мок, что ли, какая укусила? Смотри! Уж я смотрю! Говорил же, надо было его сразу на фарш пустить! Соси! Соси! Еще несите! Месье Жбанов, ваш сын Николай говорит, что господин в галстук хочет кушать. Перебьется. Сейчас на подходе еще одна кодлая телевизионщика. Он же себе все пузо порвет, два раза устанавливать рекорд. Так, не меня героя. Кофе принесите мне. Ты что-то сожрал? Жрать будешь тебе? По команде взять. Сергей Владимирович, чего ждем? Солнышко-то уходит. Солнышко не жмурик, не покойник. Вернется, никуда не денется. Не, ну, пора начинать. У меня все готово. Сейчас на подходе еще одна группа телевизионщиков. Позвольте, но мы оплачивали эксклюзивное пожирание. И те оплатили. Сергей Владимирович, эксклюзивное пожирание бывает только одно. Это арифметика понятной ежу. Здесь за забором правила арифметики устанавливаю я. А ежи выкатываются за ворота. Ясно? Ой, блин, хотел бы я знать во первых строках, что здесь делает этот дециметровый шоуменчик, а? А Станкинская полукопченая. Интересно, какой это канал приютил тебя на сей раз? Солнышко! Политпроститутка! Все! Я тебе дам полить, проститутка! Вали отсюда! Само вали я первая! Эй, господа! Так, все! Я первая! Так, твое дело, ливер варить, понял? Сынок! Это вы мне? Вам, будешь вякать, когда тебя спросят. Микрофон! Так, приготовились к съемке! Всех посторонних с площадки убрали, убрали. А ты где герой? Ой, мордюшечка, какая зонка! Свет, убрали свет, в прошлый век, все должно быть естественно! Не трогайте мой итальянский свет! Все должно быть естественно! Взять! Так, ну что, ну кто-нибудь может убрать эту серву с площадки? А-а-а! Все, подожди, я вперед в лагапе! На рейтинг 75! О, врет! Кому ты сказки рассказываешь? 0,75 у тебя рейтинг! Не трогай галстук! Что ты? Повтори! Убери руки от моего галстука! Все, не видать тебе эфира, красная шапочка! Я шапочка! Алло! Да я тебя сейчас... Да что ты? Да что ты? Что сейчас? Мои волосы, блин, без наркоза! Так, стоп-моторы! Каким? Кто сказал стоп-моторы? Так, ну и что? Я не понял, а кто здесь командует? Совсем обожаю! Тихо я сказал! А что же вы? Всех за забор! Как вы рыбает? Э-э-э! Сейчас с чего? Но съемки должны состояться при любой погоде! У нас договор, эфир, эксклюзив и оплаченная разница во взглядах! Что вы себе позволяете? Вы еще не знаете, с кем имеете дело! Весь тонус пошел на конус! Так, господа, сворачивай ярмарку! Дармо-кормушка закрыта! Все свободны! А? Я сказал, все свободны! Я не глухая! Так, а ты, понтяра! Запомни! Я бы на твоем месте от сумы, тюрьмы и по морде не зарекался бы! Все! Сопи в две дырки! Прыгай боком! О, эфир, спи! Ты тоже отчаливай! Я не понял, я лицо сосисок или не лицо? Не лицо! А кто? Не при детях! Факс пришел же ты! Шараш, монтаж конторы Гиннесса! Оборзели фуфлагоны! Оборзели! На взятку нарывается! Меня прессуют! Ты слышишь, мол, содержание натурального мяса в моем продукте на 70% превышает допустимые мировые нормы! Но мы ж не мышьяку туда напихали! Делаю из лучшего мяса! О, господи! Они хотят, чтобы я сосиски из параши делал! Какое счастье! Доплевал я на них с Марса, зигзагами! Так, все, мужики, из легального бизнеса уходим! Видал беспредел, но такого! Так, все, сына в Париж, а сами валыну в клешню! Все слыхали? И гадом буду! Они узнают, что такое недожаренное мясо с кровью! Пошли все! Казел! А, скажем, два самых популярных, два самых рейтинговых канала! Мы этого так не оставим! Понял? Мы этого так не оставим! Можно я позвоню? Вперед! Алло! Сосиски, говорите, да? Одиннадцать тысяча! Здравствуйте, Эдуард Павлович! Здравствуйте, Эдуард Павлович! Здравствуйте! Ну, чего надо? А дайте мне, пожалуйста, шампанского, а? Ящик! Самого настоящего! Настоящий! Знаешь, какое дорогое! А давайте! Ну? Запой не должен быть дешевым! Уже нет! Николай! Нет! А я сказал, нет! Нет! Ты чего? Не понял, я что за звезды? Не хочу, ваш долгий Париж! Николай! Не хочу! Папа! Ляши-мо! 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 Все! Можешь расслабиться! Да! Все! Забудьте про меня! Все! Чего он? Ваш ребенок называет жемчужину Европы неприличными словами! Какими? Связанными с интимными отношениями! Сынок! Надо ругаться по-русски! Да пошел ты, папа! Да, действительно, я пошел! Ждите! Где Александр Саныч? Не ори! Ты уволена! Я спрашиваю, где Пёрышкин? Он тоже уволен! Где он? Где-где? Придумай рифму сама! Ничего, Николя! Мы еще пообломаем рога! Научишься в своих сорбонах! Вернешься и покажешь, на что способен! Чего я не смог! Ничего еще! Сосиски дерзновенные еще будут на мировом рынке! Все! На пасарам! Встречаемся в Париже! Опа! Пристегнись! Опа! Поехали! Спасибо, товарищи! Опа! stnov Последний Отсюда и отсюда. О, буря! Сейчас сделаем. Давай! Давай! Ура! Ура! Все, в Индию! В Индию! Буря хватит! В Индию! Там никогда не бывает холодно. Там всегда тепло и жарко. Там не бывает меньше 25. Там ничего люди не знают о прогнозе погоды пока. Зато все понимают в тонких космических энергиях. А что касается коров, то у них там вообще полая лопа. Жуй, гуляй, гуляй и жуй. Сколько хочешь, где хочешь и с кем хочешь. Берышки! Стой, берышки! Остановись! Кем надо быть, чтобы сдергивать опять меня? Да стой же, дурак! Остановись! Остановись! Задолбал ей богу своим цитатами Шекспира! Ты, рекордшмен, а ведешь себя как последний слабак. Что, Шекспир им на шею решил топиться, да? Ну, ты зажебенская! Нет, я лишь понюхал аромат победы и сразу отравился им. Ты победитель, Саша, стой! Фигушки! Фигушки! Рекорд признали недействительным. Правильно, российское отделение. А головная штаб-квартира признала рекорд Пёрышкина действительным из-за повышенного содержания мяса. Вот я два часа назад по мобильнику получил, видишь? Вот так вот. Чё, правда, что ли? Правда. Какой кошмар, а! Почему? И что же мне теперь? В Индию, что ли, не плыть? Не плыть? А чё, снова жрать, 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 пока мой... Пока мой желудок не вытеснит моё сердце, да? Мамочки, я... Я не хочу, и потом человечество мне этого не простит. Я не хочу, я не хочу и не буду, я... Не будешь? Нет. Никогда. Никогда. Никогда, ни за что. Никогда, ни за что. Ни за что. Я же говорю, ты победитель, любимый. Кем? Мной. Комар. Поцелуй меня, пожалуйста. М? Комар. М-м-м. 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 А-а-а! Не получил! А-а-а! Куда? Ты чё, куда? Ты чё там делаешь? Что я? Я... Я... Держусь, держусь, Афлюгер! Отцепи Шекспира, идиот! Нет, фигрушка, это, между прочим, бабушкино наследство! Брось! Академическое издание! Брось, тебе говорят, Саша, это груз чужих страстей, отцепи! А чем от тебя пахнет? А-а-а, я напился! А вот это хорошо! В общем... А ну-ка, иди сюда! В общем, да, неплохо! Я раньше не пробовал! Поцелуй меня! Сейчас же! Сейчас же! Тьфу! Всю рыбу распунял! Зачем я тебя, Вика? Прости, конечно, что позоряюсь! Ой! А зачем вообще люди, Саш? Чтоб кушать? Наверное, нет! А зачем тогда? Наверное, чтобы любить! А зачем тогда? Томительный, неудолимый жаждой Того же яда требует она Который отравил ее однажды Мой разум врач, любовь мою лечил Она отвергла травы и коренья И бедный лекарь вывелся из сил И нас покинул, потеряв терпенье Отныне мой ни дух не излечим Душа ни в чем покоя не находит Покинутые разумом мои И чувства, и слова на воле бродят Любовь не дух, душа моя больна Томительный, неудолимый жаждой Того же яда требует она Который отравил ее однажды Субтитры создавал DimaTorzok Томительный, неудолимый жаждой Томительный, неудолимый жаждой Какая ты у меня красивая Какой ты у меня ум Томительный, неудолимый жаждой Томительный, неудолимый жаждой